закончился titan fc 51 который прошел в городе алматы на алматы арене друзья единственное слово которое приходит мне в голову после того что я увидел это разочарование думаю вы со мной согласитесь и будете солидарны в этом те кто был на алматы арене либо те те кто смотрел этот турнир по телевизору по моему транслироваться прямо прямая трансляция была либо по интервью по интернету я к сожалению не успел на весь турнир опоздал буквально на полчаса но за это время наши бойцы дулат ассалханула и руслан камзаев одержали победы с чем я вас и поздравляю ребята молодцы алга казахстан но к сожалению друзья это единственная приятная новость всего этого турнира оставшиеся четыре схватки наших бойцов с участием наших бойцов а именно но жанам тут хаевом айбеком нурсиитом хазбеком ашимовым и бейбетом назаровым были проиграны проиграны в одни ворота вы можете на меня обижаться на меня может обижаться возможно ярдах назаров я прекрасно понимаю да это было очень больно это при неприятной ттп друзья но это правда я блин единственное слово разочарование у меня этот осадок до сих пор здесь на душе я немножко конечно в шоке от того что произошло я бы даже скажу так не могу обвинить ребят что они не выложились на сто процентов они выложились на 120 процентов но нифига не хватило этого всего и я более чем уверен и знаете вот такая вот ситуация складывается что вот проиграл казахстан но блин у нас казахстане есть бойцы в этих весовых категориях которые могли показать гораздо интереснее они могли бы выиграть эти поединки почему опять же я так говорю потому что по трем из этих схваткам схваток которые вот проиграли наши ребята была большая вероятность того что заключили бы по победе заключили бы контракцию все поэтому наверное это очень важно было для наш для казахстана в целом чтобы наши ребята одержали победы но не сложилось блин разочарование друзья полное разочарование опять же повторюсь победители титаны все 51 дула ассалханула и руслан камзаев мои поздравления ребята которые потерпели поражение нуржан тут каев технический нокаут пропустил мидл кик в печени присел на колено рефери остановил поединок айбек нурсиит попался сначала на треугольник а потом с треугольника его соперника вышел на армбар и айбек был вынужден сигнализировать о поражении казбек ашимов поймался на гильотину по моему браво это называется прием также был вынужден сигнализировать о поражении бейбет назаров единственный из этих проигравших ребят который провел весь отведенный тайм все пять раундов по пять минут вот единственный верно плюс в том что его хватило на все пять раундов первый раунд он выиграл второй раунд проиграл третий раунд был ничья 4 и 5 раунд проиграл это мое субъективное мнение нашим ребятам по крайней мере вот этим 4 четверым но просто нереально нужно работать я не могу выделить какую-то отдельную часть и сказать вот вот это было плохо а вот это было более-менее нет любой аспект друзья эти ну блин это было просто какой-то кошмар друзья разочарование вы согласны друзья со мной какое первое слово пришло к вам на ум когда вы увидели то что произошло на умопе арене напишите в комментариях мне интересно если смотрели весь турнир скажите чей поединок вам понравился больше всего не обязательно чтобы это был наш казахстан с участием нашего казахстанского бойца в принципе напишите свое мнение что вы думаете о поражении вот наших ребят у меня лично же опять же говорю это разочарование жду ваших комментариев давайте пообщаемся друзья также хочу сказать что 20 числа вот буквально до прошел в талдык ругане обалденный турнир алаш прайда я под большим впечатлением вот здесь вот вы увидите ссылку на обзор этого турнира зайдите посмотрите и совсем скоро у нас выйдет наверное финальный выпуск где у нас будут номинации по казахстанскому мм и и всему тому что входит в мм и а этому это и вольная борьба грэплинг будем говорить об этих дисциплинах и выявлять лучших из лучших так что обязательно следите за нашим эфиром на этом у нас все подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх с вами был сула всем пока ари ведарчи